Добрый день, меня зовут Азотова Емелья Александровна, я являюсь членом управления Межрегиональной тьютерской ассоциацией, являюсь практикующим тьютером, экспертом тьютерского сообщества и буду вести секцию тьютерского сопровождения на фестивале педагогических технологий. Отлично, прекрасно. Тема нашего с вами разговора – тьютерство, дистанционное тьютерство. Это не тьютерство, как сказать, онлайн, это тьютерство в социальных сетях. А в связи с чем этот вопрос? Дело вот в чем, что я работаю в ВКонтакте все время с педсовет.орг, с Лигой образования, и у них на сайте мы будем с Сафроновым обсуждать, как сделать институт тьютерства у них на портале. А вы будете это обсуждать без профессионального тьютерского сообщества? Так вот, об этом мы поговорим во второй части разговора, хорошо? Я чуть-чуть, но вы меня спросили до нашего разговора, но в связи с чем мы будем обсуждать с вами дистанционное тьютерство? Я уже сказал, что это связано с необходимостью реорганизовать сайт педсовет.орг для того, чтобы поднять его эффективность. И я так вот ощущаю, я много работаю в сетевых сообществах самых разных, и в основном мой, конечно, главный ресурс – это педсовет.орг, и я переживаю, чтобы он был более эффективный. И вот, значит, идея такая, чтобы каждый человек, который приходит вновь в это сообщество, в какое-то, не обязательно на педсовет, получал бы своего персонального тьютера. Вот, как вы смотрите на такую идею? Для меня появление тьютера в каком-либо пространстве, оно всегда связано с задачей, под которой появляется тьютер. Вот пока об этом не было сказано ни слова, и это очень важно, потому что на современном этапе очень много есть площадок или ситуаций, в которых тьютерство не совсем адекватно появляется. Есть разное понимание, что такое позиция тьютера. И сейчас в нашем профессиональном сообществе мы оформили наше понимание в профессиональный стандарт деятельности тьютера, который можно ознакомиться на сайте Межрегиональной тьютерской ассоциации. Здесь очень важно понимать, что тьютер, он работает, ну, не просто понимая имидж площадки или как дополнительный непонятный сервис. Все-таки тьютер – это позиция, которая сопровождает человека либо в ситуации разрыва, да, когда есть разрыв деятельности, или перехода, или сопровождение в неизведанное будущее. Да, в любом случае речь идет о том, что человек прокладывает какой-то свой индивидуальный маршрут, свою индивидуальную образовательную траекторию. Бывает ситуация, что тьютер сопровождает проекты или проектные команды, много разного, но мы стараемся всегда, если включаться в какую-то деятельность, четко понимать задачу. Вот могли бы Вы мне обрисовать, под какую задачу у Вас появилось желание внести тьютера на сайт? Да, конечно. Дело в том, что я уже на этом сайте 11 лет, и основная масса участников, а их там десятки тысяч, вот, это учителя. Ну, и я, соответственно, с моей технологией работы в парах, я тоже работаю с учителями, мы проектируем уроки, они их делают, потом там рассказывают о том, что происходило на уроке. Значит, первая трудность, с которой я сталкиваюсь, ну, так сказать, один из 20 учителей более-менее может вообще нажимать на кнопки. Это просто кошмар. Я трачу столько времени для того, чтобы, ну, научить их там войти в скайп или что-нибудь еще такое. Вот. Третья, вторая, значит, трудность в том, что они вообще, ну, не представляют себе, ну, порядка в таком сообществе. Ну, то есть, вообще, так сказать, атмосфера эта и вообще какие-то нормы какие-то культурные и все такое. Вот. Вот. Они переносят туда, ну, свои обычные жизненные, вот, как они живут в жизни, это все туда переносят, и из этого, ну, ничего хорошего не получается. Вот. Дальше. Они совершенно, ну, не ценят ресурс. Они думают, что это все для них. Они не хотят, не понимают необходимости за это платить своей работой. Вот. Это я со своей личной точки зрения, потому что я вкладываю очень много труда в проектирование уроков и не получаю никакой обратной связи. Понимаете? То есть, меня интересует обратная связь, чтобы она была. Дальше. Мне бы хотелось, чтобы это сообщество выполняло реальные дела. А оно может делать совершенно гигантские дела. Оно может вообще реорганизовать всю систему образования. Я думаю, что предсовет Орг вполне может это сделать. Вот. Если там сделать настоящее сообщество таких людей, ну, знаете, вот, как это сказать, ну, спаянный партизанский отряд. Представляете себе атмосферу, да? Да. Вот. Вот, значит, вот. Ну, вот, примерно такие задачи. Да. Вот, смотрите, как бы я отреагировала тогда на эти задачи. Первое, что я бы поделила все, что Вы озвучили, на две крупных темы. Одна тема – это то, что человек, приходя в это сообщество, в чем-то не отсвоен, какие-то нормы не понимает или неадекватно переносит. И когда мы говорим о ориентации человека в известном пространстве, когда нормы определены, когда нужно передать навыки пользования, которые понятны, то здесь скорее адекватно использовать не ресурс тьютера, а ресурс наставника. И это для, вот, это очень важное развлечение, что наставник, он помогает восвоиться в известном, он знает, как правильно, он много про это пространство понимает и сопровождает освоение известных норм. Здесь тьютер не нужен. Ага, понял. То есть, и вот... Подождите, давайте... Не, не, я для себя только... Подождите, я для себя еще раз проговорю. То есть, между тьютером и наставником есть разница, и она заключается в том, что наставник ведет по тому пространству, в котором он уже сам хорошо ориентирован. Правильно? Да. Я просто повторяю второй раз, не только для себя, но нас же будут потом смотреть десятки людей, поэтому вы меня извините, я еще проговорю моими словами, может быть, тогда это поможет людям лучше понять. Продолжайте, пожалуйста. Я бы даже еще жестче сказала, что как раз глаголы, которые вы используете, очень правильные, потому что наставник ведет, а тьютер сопровождает идущего. Ой, спасибо, я очень рад. Да, это для нас большое развлечение. И то, как обустроить наставничество в ситуации сайта, да, мы все равно готовы это обсуждать, потому что это все равно интересная тема, у нас здесь много есть чего общего. Но столько из позиции наставничества. Смотрите, а другая тема, которую вы отлучивали, как задача, это появление правильных эффектов, которые вы оставили на этом сайте. Появление новых дел и инициации вот таких новых деятельностей. И вот здесь как раз тьютерство может быть ресурсом и может быть очень даже интересным ресурсом, но обратите внимание, не для тех, кто приходит на эту площадку, а тех, кто ее держит. Вот когда у проектной группы появляется вдруг идея, что они хотят что-то поменять, сделать по-другому, тогда тьютер может сопровождать проект с самостью вот этой группой. И здесь тьютер может быть ресурсом для самой команды ПЕС-совета. Здесь, да, здесь мы можем участвовать. Понятно, понятно. Вот, значит, ну я еще чуть-чуть расширю зону деятельности, потому что мы сейчас сосредоточились только на ПЕС-совете. Но у меня есть еще одна задача, это взаимная система взаимного обучения, парного взаимного обучения, дистанционного. То есть это тоже такое сообщество людей, которые, я говорю сейчас только о тех, кто учится, и в этом сообществе отсутствует полностью учителя. Это я просто для вас говорю такую новость, что это сообщество устроено без учителей. Там ученики учат друг друга. Ну и главный принцип, который там заложен, это ученик, который хочет чему-то научиться сам, он находит такого же, которому нужно научиться чему-то подобному. И они вместе тянут друг друга дальше. Вот такая идея. Вот как вы думаете, вот в таком сообществе функция тьютера, ну, возможно, нужна ли она? Я думаю, вполне возможно, только нужно опять еще раз, чуть точнее понять, под какую задачу. Потому что, обратите внимание, если у вас есть система, которая хорошо работает, вы довольны результатами, и люди, которые приходят на эту площадку, ну, тоже удовлетворены, то зачем там должен появиться тьютер? Понятно. Вот на мой взгляд, это важно. Если вы чувствуете, что у вас есть, ну, как какая-то ситуация перехода, например, то, что делается в парах, трудно переносится вовне или еще что-то. То есть, когда есть специфические сложности, на которые тьютер появляется очень адекватным ресурсом, то, конечно, да. Да, я еще раз скажу, где чаще всего появляется тьютер. Тьютер чаще всего появляется в ситуации отсутствия норм, когда непонятно, как правильно, а нужно выстраивать свою траекторию. В ситуации многообразие возможностей, когда возможностей, чем заняться или какой ресурс использовать в разы больше, чем ты можешь потребить, и нужно выбирать и строить свою индивидуальную траекторию уникальную и не на что опереться. И в ситуации, когда есть переходные состояния, тьютер чаще всего появляется в ситуации перехода. Например, когда из вуза человек выходит в профессиональную деятельность, и напрямую этот переход сам с собой не случается. И человек с ним движется как-то сам, но тьютер здесь может быть очень хорошим ресурсом. Или когда школьник приходит в вуз. Или когда человек меняет кардинально свою профессиональную деятельность, перестраивает логулы в проложении усилий. Ну, то есть вот такого типа задач. Вот, у меня как раз вы очень образно и сжато, и так ярко рассказываете, прямо превосходно. И у меня сразу, значит, появилась, прояснилась моя задача вот в этой системе взаимного обучения. Дело в том, что наша идея в том, чтобы люди нашли не только человека с похожей задачей, но и еще человека, с которым будет комфортно ему работать в паре. Понимаете? И, по-видимому, ну не одного такого человека у каждого будет, а там два-три десятка по разным вопросам и задачам. И вот выбор похожести задачи, похожести, или, как сказать, подходящести, лучше сказать, людей, да, вот эта задача. Как вы думаете, вот выбор подходящести, это тьютерская работа или нет? Помогать в этом? Да, я бы сказала, что сопровождение ситуации выбора и самого выбора, это более чем тьютерская задача. Мы здесь работаем, мы работаем очень, скажем так, смещены профессиональными средствами. Это не просто включение другого, а другого с профессиональными средствами, когда мы сопровождаем человека в процессе, когда он этот выбор делает. Вот, теперь тогда я вам... Огромные пласты содержательные о том, как мы это делаем, через что, вот об этом будет много на нашей секции, потому что, безусловно, мы работаем сейчас, уже больше 20 лет в России тьютерское сообщество развивается. За это время много научных шагов сделано, практикоориентированных шагов сделано, большая практика. Вот, тогда я вам открою еще одну маленькую карту нашего фестиваля. Дело в том, что в нашей группе будет подгруппа вот такая, которая будет заниматься дистанционным взаимным парным обучением. Это задача этой группы, фактически, спроектировать сайт, на котором все это будет осуществляться. Мало того, для этой группы специально туда приглашены люди. Одним из участников этой группы будет руководитель фестиваля Донченко Игорь Валерьевич. Вот, и еще там какие-то люди, которых он приведет для этого. Вот, я являюсь, ну, автором технического создания на этот сайт. Эта группа будет работать с утра, до обеда, и продолжать работу во время самой нашей секции, то есть она будет работать круглосуточно, вот, фактически. Ну, не считая там обеда и ужина. Вот, как вы считаете, вам интересно принять участие в работе этой группы, ну, в каком-то объеме? Ну, я думаю, что я с удовольствием приму участие в установочных первых днях. И если поймут, что ресурс, который я представляю и представляет, там, как межрегиональная циферская сада, там есть, мы с удовольствием включим. Ага, понятно, спасибо. То есть пока в каком качестве, мне сложно сказать, но это было бы интересно. Ну да, то есть, ну, видимо, мы познакомим, ну, мы вообще все будем знакомиться с нашей задачей, потому что мы одновременно будем с ней знакомиться и одновременно ее создавать, вот, и осуществлять. Вот, ну да, конечно. Вот, ну хорошо, я очень вам благодарен. У меня, конечно, есть к вам просьба, ну, в следующий раз, когда мы с вами, а я очень бы хотел этого, более детально обсудить кое-что, в следующий раз сделать выход именно в Google+, тогда, ну, у меня меньше хлопот по записи, понимаете. Я просто нажал на кнопку, и запись готова, она лежит уже на YouTube. А сейчас я должен садиться и монтировать все, что мы с вами сейчас наговорили, понимаете. Да, я думаю. Вот, это жалко время, я потому что вот с Ворощаковым я монтировал разговор 10 часов, а разговор занимает там на YouTube что-то минут 15, вот. И говорили мы с ним полчаса. Просто из-за того, что у него был какой-то там плохой компьютер, ну, в общем, ничего из этого не получилось. Ну, ладно, это я тоже включу, значит, в наш записанный разговор, то, что я сейчас говорю, вот. Ну, давайте тогда прощаться. Я бы хотел, ну, попросить вас сказать впечатления от нашего разговора, ну, какие-то, может быть, есть. Ну, я очень благодарна вам за разговор, потому что для фьютора позиционно кооперация с коллегами и разными субъектами в пространстве образовательным – это одна из главных задач. Для нас очень важно вот такое взаиморесурсное общение, искать точки, где мы можем быть ресурсами друг для друга. Мне бы тоже очень хотелось продолжить даже не столько разговор, сколько само сотрудничество, потому что мне кажется, что когда основные объекты пространства пытаются найти взаиморесурсность, это в разы обогащает образовательную услугу, которую мы предоставляем. А все-таки мы ориентируемся на то, что люди, которые приедут на фестиваль, рассчитывают получить приращение содержательное, личностное, и очень этого бы хотелось, и для того, чтобы это получилось максимально эффективно, то мне бы действительно хотелось продолжать взаиморесурсное такое сотрудничество. Я благодарна вам за разговор, спасибо, что вы активно меня поддерживаете, чтобы это случилось, пусть пока через скайф, возможно, в следующий раз вы будет слышать. Ну хорошо, вы увидите наши с вами разговоры на Ютубе, и тогда мы определимся с дальнейшим. Спасибо вам за выделенное время, до свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»